Добрый вечер, дорогие друзья! Рад видеть вас на своем канале. Ну что, давайте с вами продолжать дальше разбирать карты из колоды Густава Дере. У нас сегодня будет также Жезловая Мась, то есть мы идем сейчас по мастям. Ну, в общем, давайте мы сразу еще долго ходить вокруг Докола, переместимся в наш раздел Библия. Мы сейчас разбираем именно эту книгу, поэтому у нас, видите, в целом картина выглядит такой рваной. Те карты, которые не соответствуют Библии, они выглядят такими, как бы, скрытыми, да, немножко замазана картинка. Вот наш ряд идет, получается, мы сейчас разбираем Жезлы. Прошли мы с вами в Жезлах Пажа, Рыцаря и Короля. И сейчас у нас на очереди будет Четверка Жезлов. Четверка Жезлов. В принципе, не такое-то большое меню я составил на эту карту на сегодня. На то есть несколько причин, но не переживайте, информации будет предостаточно, будет из чего выбирать. И она, скорее, я бы сказал, будет носить такой более практический характер. Меньше будет какой-то истории, повествования, как мне показалось. Больше будет упор сделан именно на сами значения по этой карте. Почему так? Может быть, в частности из-за того, что у нас здесь нет какого-то явного персонажа, как у нас было на большинстве карты до этого, когда мы разбирали разные царей, полководцев, судья, где-то у нас был предводитель народа. Так или иначе, мы сталкивались с какими-то персональными, и для нас было очень важно составить максимально полную биографическую картину этого человека, чтобы у нас возник такой себе архетип по какой-то карте, будь то маг, будь то карта справедливости, либо сила, как в случае с пророком Даниилом. Здесь же мы наблюдаем с вами некую сцену. И я сейчас в нескольких таких раздумьях, с чего начать? Начать сразу с чтения Библии? Или все же начать с разбора карты в таком более традиционном значении по-вейтовски? Кстати, я хочу даже напомнить, или может быть для тех, кто смотрит впервые, так, может быть, случайно попал впервые именно на этот ролик. Понятно, что мы разбираем колоду Густаво-Дере, каждую карту по отдельности, но также мы сопоставляем это с наиболее такой востребованной, наиболее используемой традиционной колодой Уэйта. Даже если вы пользуетесь не именно такой колодой, то, скорее всего, у вас есть некий клон. Карта может выглядеть там несколько по-другому, предположим, может быть вот так, но по большому счету смысл сильно не меняется. И забегая наперед, хочу сказать, что хотя визуальный образ карты у нас в колоде Густаво-Дере очень сильно отличается от того, что предлагает Уэйт, но как мы с вами убедимся в будущем, в целом смысл один и тот же. Ну, в общем-то, пока у нас каких-то разночтений особых и не наблюдалось между картами по Уэйтовской колоде и по колоде Густаво-Дере. Так, 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 так. Давайте мы, может быть, пока вкратце с вами посмотрим на саму гравюру, посмотрим на карту. Видим, что почти полностью соответствует изображению на карте оригинальному размеру гравюры. Слегка обрезаны края слева-справа. Суть и не меняет. Что мы видим? Мы видим здесь некую организованную группу людей, которые что-то несут. Судя по всему, овощи. Фрукты, овощи, так это и есть. То есть, какой-то урожай. Куда они идут? Откуда они идут? Пока не совсем понятно. Особенно для тех, кто не знает, о чем идет речь. И даже надпись «Земля обетованная» отчасти может вам дать намек, что это, наверное, они в земле обетованные уже. Но как это соотносится у нас с четверкой жезлов, вот здесь будет наша задача это все раскрыть. И я все-таки думаю, что мы как раз начнем с вами, наверное, с более традиционных значений. Имеется в виду, вот вначале посмотрим все-таки на эту карту, на четверку жезлов. Почитаем о ней. Потом мы с вами почитаем Библию, именно те события, которые разворачивались вокруг того, что изображено на гравюре. Потом снова вернемся к значениям. И уже так как бы закрепим, да, этих две карты свяжем вместе воедино. И потом еще переместимся в интересное. Есть там буквально чуть-чуть информации дополнительной. И видите, еще есть такое момент число 40. Тоже я это счел таким важным фактом, который вам поможет в целом для понимания как христианской мифологии, так и ветхозаветной, иудейской имею в виду. Потому что это число очень часто повторяется и встречается, о чем мы сможем с вами убедиться сегодня воочию. Так, прыгаем с вами мы в значения. И давайте посмотрим... Кстати, видите, да, сразу сбоку, обращайте внимание, картиночка. Вот есть четверка жезла в Уэйтовская карта. Вот она традиционная. Есть четверка жезла в Наш, которую мы будем сегодня разбирать, Гюставо Дере. Также я сбоку разместил Император карту и карту Колесница. Для чего они здесь? Почему они здесь? Хочется сказать, что мы с вами, уже разбирая некоторые старшие арканы, вы обращали внимание на то, что я... Ну, это не лично моя схема и придумка. Я-то ее впервые услышал у Пана Романа. Пан Роман, в свою очередь, взял это у Юрия Хана, когда старшие арканы достаточно удачно разделяются по зодиакальному кругу, по знакам зодиака. И каждый раз, когда мы с вами разбирали старший аркан, мы также это соотносили с соответствующим зодиакальным домом. Похожую штуку мы с вами делали и в придворных картах. С пажами были трудности, с пажом, точнее, пока одного мы разбирали, но мы с вами, в принципе, нашли соответствия, которые там присутствуют. И в целом мы продолжаем с вами разбирать масть жезлов, а напоминаю, что это стихия огня. Так вот, с числовыми арканами, с нашими арканами, здесь сложнее в том плане, что не все их одинаково разделяют между планетами, между знаками зодиака. Поэтому здесь нам тоже с вами надо будет немножко разобраться. Но в чем в целом сходится, скажем так, мнение и то, что мне больше тоже ощущается и передается, так это, что в любой из четверок есть понимание некой стабильности. То есть цифра 4 это такое нечто земное, это общепринятый символ в виде квадрата, который может обозначать нечто материальное, полноту, опять же, 4 колонны, как основание здания, 4 ножки у стульчика, 4 колеса у автомобиля, 4 стены у дома. В общем, куда мы с вами не обратимся, для того, чтобы получить какую-то стабильную структуру, она будет нести в себе 4 каких-то элементов. В конце концов, если мы с вами говорим о картах Таро, то они также имеют 4 стихии, так же, как и вот эта цифра 4 носит такую земную полноту, в какой сфере не возьмем, где будет эта четверка присутствовать. Поэтому здесь и замразил, вот буквально в смысле этих самых 4 жезла, здесь у нас колода выглядит иначе, здесь нет такой прямой символики, поэтому мы будем копаться в начале в том, что у нас проигрывается в традиционной четверке жезлов, как эта вообще карта читается, в таком, как она традиционном варианте среди торологов, на разного рода сайтах, ну и из личной практики наблюдений, как это, в общем-то, и случается, что неудивительно. И сопоставим уже потом это с нашей карты. Итак, четверка жезлов. Благожелательность и процветание. Заметный и заслуженный успех и признание. Отличная обстановка, приход счастья, хочется просто наслаждаться достигнутым. Карта приглашает нас к радости и веселью. Жизнь прекрасна. Иногда она прямым текстом говорит о том, что нас ожидает заслуженный праздник, веселая гулянка, какой-то выход в свет или просто отпуск. Есть, конечно, небольшая трудность в том, как мы сами разбираем карты. у них нет в моем разборе, к сожалению, пока нет какой-то системы. Я выбрал систему такого плана, что мы с вами разбираем по книгам. То есть, мы взяли с вами все карты, которые относятся к группе Библия и разбираем их в неком хаотичном порядке. Конечно, было бы более правильно, выбрав, скажем так, все, что я имею в виду, давайте я вам покажу. выбрав все предположим карты, хочу просто переместиться, показать, как это выглядит у Вейта, да, то есть, ну, само собой, все старшие арканы, опять же, я их здесь не нумеровал, но видно, что по рядам у нас расположены все жезлы, кубки, пентакли и мечи. И, соответственно, мы четко можем наблюдать, как у нас тузы образуют вертикальный ряд, как у нас двойки образуют вертикальный ряд, а горизонтальный ряд у нас образован, собственно, из самой масти. И мы видим динамику и развитие какой-то ситуации, либо становление жизни человека, либо как тот же путь героя, прохождение его по этим арканам, что по младшим, что по старшим, мы видим, как определенное некое развитие. И, конечно, было бы логичнее нам разбирать в таком порядке, то есть, от двойки, потом мы переходим в тройку жезлов, в четверку, есть некая логика и понимание того, как развивается ситуация. Но мы этого не делаем. Я долго думал, прежде чем начинать эти лекции, с чего, какую выбрать структуру, какую выбрать схему, я выбрал схему вот такую, которую мы сейчас с вами и преследуем, то есть, мы разбираем по книгам. Поэтому я же надеюсь на то, что вы знаете карты Таро вот в таком традиционном исполнении по Уэйду и я неоднократно уже говорил, что это точно не должна быть первая колода, это скорее как дополнительная и я больше чем уверен, зритель, который смотрит меня сейчас, он не случайно сюда попал и явно это не была та колода, с которой он только начал знакомство свое с миром Таро, с миром эзотерики и либо каких-то смежных тем. Поэтому все мы помним о том, что четверке предшествует тройка, ей предшествует двойка и в целом, когда мы говорим о жезлах, мы понимаем, что это огненная масть, что это желание. Помните, на какой-то из лекций я говорил о том, как образовались разные вот эти вот стихии, что это разные слой общества, разные сословия, которые были образованы раньше, но в средневековье оно прям четко выделялось и людям было так проще рассматривать ситуацию. Так вот мы говорили с вами о торговцах, то есть о людях, которые четко понимают конъюнктуру рынка и могут там перемещаться, перемещать себя, перемещать товар, перемещать услуги там, где они наиболее востребованы. То есть такой взаимообмен между ними происходит. И эти люди, они являются такой движущей силой, они являются огнем, руководимым и увлекаемым желанием для того, чтобы что-то совершать, делать и, соответственно, вытаская колода в жезлах она таки выглядит. Зачастую там изображены купцы, изображены торговцы, а эта карта несколько иначе, она выглядит по-другому. Но общая во всех четверках, что и здесь есть стабильная структура. Ну, пожалуй, наверное, хватит. Ауэти, возможно, когда-то будет возможность у меня разбирать эту колоду и тогда уже поговорим в какой-то другой схеме. Поэтому давайте читать дальше. Все-таки же, надеюсь, я и полагаюсь на вас, что вы обладаете информацией по этой карте. В общем, мы с вами уже прочитали, что в целом карта говорит о процветании, о какой-то благожелательности, заслуженном успехе, о признании, об отличном становке. То есть, в целом уже есть ощущение того, что это хорошая, позитивная карта, что это приятное происходит. Это знак, если не запредельного везения, то милости судьбы, когда сравнительно легко, порой удается обходить или преодолевать сложные ситуации. Иногда она указывает на неожиданную удачу, но более часто ее значение склоняется к поговорке «конец делу венец». Она говорит о стабильном развитии дела и обещает итоговый успех. Нередко отмечает какую-то достаточно судьбоносную веху в жизни. Стоит также обратить внимание, что хотя у нас стихия огня, жезлы это сама по себе динамичная стихия, но и то, как построена карта, она может передавать либо динамику, либо передавать статику. В данном случае, хоть повторюсь, это у нас огонь и вроде как бы динамика, но это скорее как завершенный какой-то процесс. То есть, если мы говорили о двойке и о тройке, то это предполагаемая динамика, чтобы двинуться куда-то, чтобы сделать какой-то выбор, то четверка, она как будто бы уже завершающий этап, как пожинание что ли урожая и собирание плодов. То есть, как автор пишет, конец делу венец. То есть, что-то уже свершилось, произошли какие-то уже действия, и мы сейчас просто пожинаем плоды этого. Четверка Жезлов описывает наивысшую точку развития того, во что было вложено немало сил, но она открывает и возможности развития для новых начинаний. То есть, в данном случае она выглядит как некий промежуточный этап. То есть, мы к чему-то шли-шли-шли, вот сейчас случается некий праздник подведения итогов, сбор урожая, но это скорее как какая-то кратковременная пауза, как возможность перевести дух, передохнуть, и одновременно это же может означать и выход на какой-то новый этап. Личные ощущения. Я здесь несколько разделил вот этот разбор карты в таком традиционном значении на наших четыре стихии, если так можно сказать, или сферы жизни. Вот по личным ощущениям это скорее такая будет больше по стихии воздуха, по мечам проигрываться эта карта. Она снимает любые внутренние противоречия, дарит на время ощущение счастья, которое длится всегда. Такая несколько замысловатая фраза дарит на время, ну понятно, что нет ничего постоянного, ощущение счастья, которое длится всегда. То есть какой-то короткий промежуток времени. Ну вот возьмем предположим классную вечеринку или отпуск. Вы понимаете, что здесь и сейчас вот это ощущение довольства и счастья как будто бы длится всегда. Ну хотя мы понимаем, что это временное явление. Так вот это как раз по этой карте и передается такой дух и ощущение. Это счастливые времена. Она соответствует периоду мира и покоя, во время которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Мы уверены в собственной безопасности. Гармония, мир, спокойствие, отдых после выигранной войны, наслаждение плодами своего труда. Все нам говорит в этой карте о стабильности, помните, да, по четверке, такое состояние стабильности, о спокойствии, о безопасности, об укрытии, о благоденствии, о чем-то уже завершенном и завершенном хорошо. То, что нас радует, чем можно воспользоваться, чем можно насладиться. Какой-то проект ее материализует, но одновременно и задает русло и рамки. Да, вот эти вот самые столбцы, колонны и в целом структура четверки, она задает ограничения и рамки. Я, кстати, здесь, посмотрите, вынес императора, он по задекальному дому сюда совершенно не относится, но император сюда относится по своему смыслу, как четверка, как то, что упорядочивает, как императрица, которая все создает, это мать природа, мать сыра земля, весь собирательный образ любых богинь, матерей, в том числе и нашей земли, планеты, природа, которая дает много, обилие всего, дает урожай, дает процветание, дает рост, но это бурный и неконтролируемый рост, а император, его задача все это, скажем, зерно складывать в амбары, если алмазы добывать, то их огранить, если золото добывать, намывать, то его потом выливать в слитки, если вырос красивый сад-пар, то в нем разбить дорожки, поставить лавочки, то есть задача императора придать всему хорошему структуру, поэтому я вынес сюда его отдельно, императора, не столько, как, повторюсь еще раз, привязка к зодиакальному дому, это у нас будет больше по семерке, по колеснице, сколько по ощущению стабильности, ощущению структуры, какой-то сетки, которая очень хорошо идет по любым четверкам, ну, пока мы говорим о четверке жезлов. Введение этой карты хорошо сбалансированная динамика и энергетика, но создается этот баланс за счет какой-то вполне четкой социальной структуры, то, что только что мы уже проговорили с вами, карьера. В целом эта карта не подразумевает работу, праздник по случаю успешного окончания проекта или какой-то его стадии, гордость за свои достижения, как я уже говорил, хотя жезлы динамичная масть сама по себе, но эта карта, она статичная карта, как промежуточный итог, как подведение того, что именно сейчас это не работа, это результат достигнутый. Ты меня испугала, как-то я обычно готов к твоему прыжку. Так, испугала и выбила меня из колеи. Командный дух, эффективное и веселое сотрудничество, от которого люди получают удовольствие. Труд воспринимается как искусство, рутинные дела делаются без напряжения, кругом царит неподдельная благожелательность и обстановка взаимного доверия. То есть, а вот это как раз я уже хочу видеть, я же говорю, я был несколько в замешательстве, так, совсем не мешаешь. Относительно того, какую карту первую разбирать все-таки по геставу даре и углубиться в Библию, либо в общем, вот обращайте внимание именно на эту строчку в плане карьеры и работы, потому что здесь мы видим много людей, мы видим как раз этот самый командный дух, мы видим какую-то работу, мы видим, а дальше мы поймем, что эти люди, они не спроста с этим и урожаем, они с этими виноградными лозами и с какими-то большими фруктами, в общем, я думаю, что мы к этому еще вернемся, когда будем разбирать уже практически значения по картам. Если речь идет о проекте, то это толковая идея, хорошо обоснованная и творчески реализованная. Заключение договоров. Опять же, все нам говорит о том, что это итог, это черта, то есть было хорошо, все шло как-то, может быть, шатко, не шатко, не валко, может быть, как-то с трудностями какими-то, но вот именно сейчас мы пришли к тому, что это хорошо. Мы деслили какого-то результата, он может быть промежуточный, не окончательный, не финальный, но ощущение той самой достигнутой стабильности, оно очень мощное есть в этой карте, в любой сфере. В финансы переходим. Позитивные решения вопросов, связанных с бизнесом, вложениями, спонсорской поддержкой. Карта людей недавно и внезапно ставших богатыми и еще толком не успевших освоится с этим. Притом, им это удалось своими усилиями, а не в потомственном порядке. То есть, это если мы говорим о каком-то счастливом случае, о том, что, знаете, как там, ну, может быть, не совсем это здесь будет корректно, так сказать, из грязи в князи, но имеется в виду то какое-то благоденствие, богатство, если мы говорим в буквальном смысле, которое могло свалиться на людей просто так. Вот это, кстати, очень хорошо именно по этой карте будет ощущаться, по земле обетованной, то есть то, что людям обещали, они для этого по большому счету ничего не делали, им просто сказали, что нужно прийти из точку А в точку Б и вам-то будет хорошо. Вот в финансах, ну, я сейчас напоминаю, читаю традиционное значение толкования этой карты, это как раз и прослеживается и ощущается. Позитивные решения вопросов, обратились в банк, решили купить недвижимость, вложить куда-то деньги и эта карта она как раз говорит, что не беспокойся, дружище, все будет именно так, как ты хочешь, так, как ты планируешь. Числовое значение имеется в виду цифра 4 ассоциируется с надежностью, прочностью, 4 жезла на карте соотносятся с 4 углами дома. Отношения по кубкам. По этой карте проявляется готовность идти навстречу, демонстрировать привязанность, проявлять инициативу, открывать свои чувства, делать подарки, приводить в гости и тому подобное. А вот тут возникает некий такой диссонанс. Казалось бы, с чего? Да, стабильная структура, мы уже к чему-то пришли, мы уже чего-то достигли, а когда мы читаем про отношения, то получается, что это готовность идти навстречу, это демонстрация привязанности, проявление инициативы, а все потому, что в традиционном значении на этой карте изображена свадьба еврейская, точнее, одна из ее частей. Чтобы сейчас прямо полностью о ней не рассказывать, мы в отдельном погрузимся, как говорим, разбирать интересное, но что касается именно взаимоотношений, то это как раз и изображена та свадьба, когда люди дают обещания друг другу, когда они инициативу, когда они готовы к тому, чтобы выйти на следующий новый этап. То есть именно в разрезе взаимоотношений это как раз и подразумевает больше выход на этап. То есть люди по двойке познакомились, возникло два желания, твое и мое, по тройке возникает некий, скажем, консенсус, есть твое желание, есть мое, есть наше нечто общее. Четверка, она повторяет эти самые желания, то есть четверка это то стабильное ощущение и состояние, которое может повторяться снова, снова и снова и обеим сторонам это нравится. Если мы говорим как раз то, что изображено на этой карте свадьба, то это как раз есть и обещания, которые одна сторона другой пообещали, они их выполняют или планируют так минимум выполнить в позитивном значении этой карты. Сексуальное удовлетворение, хорошая совместимость, благополучная совместная жизнь, гармония в семье, живая симпатия, сердечное тепло, совместное развлечение, выход в свет, отпуск, отличное времяпровождение. То есть все, что касается каких-то приятных совместных, парных, то есть то, что связывает, то, что объединяет, то, что дает ощущение полноты, счастья, полный дом, полная чаша, тепло у камина, вот эти вот все вещи, они по этой карте проходят. В то же время эта карта связана с возвращением к семейным корням. В наибольшей степени это значение срабатывает у странствующих и путешествующих. Возвращение к родным корням, к семейным корням в родную гавань. Четвертый дом в астрологии. Вот мы как раз потом к нему и перепрыгнем. И четвертый дом в астрологии это у нас карта колесница и это у нас рак. Но в астрологии мы будем о том говорить подробнее, поэтому просто себе запомните, что это возвращение к семейным корням в родную гавань, где можно обрести покой, восстановить равновесие. Романтические отношения, свадебные торжества, замужество и женитьба. Это как в разрезе чувств какие-то явные внешние атрибуты, что ли, какие-то проявления, которые выливаются в физическую реальность. Еще раз, что мы видим на этой карте в виде этой самой еврейской свадьбы, одной из ее традиционных частей. Это два чувства, два желания разных людей, точнее, желания двух разных людей объединиться в нечто общее с тем, чтобы потерял мысль, чтобы это все как-то оформить в виде чего-то физического. Вот мы наблюдаем это на карте. Счастливое событие. Четверка жезлов очень мрачная карта. Четыре столба, сеточные гирлянды, наркания в колоде Уэйта символически относятся с мрачным пологом и прочными узами. Четверки все упорядочивают, так институт мрака упорядочивает любые отношения людей. Должен сказать, что здесь хоть и написано о неком формальном заключении мрака, но должен сказать, что это скорее больше идет формально имеется в виду не документальные, не подписи в ЗАГСе, а нечто более традиционное, скорее больше по Иерафанту, по традициям, нежели больше по карте справедливости, где присутствуют чаши весов, уравнивание двух сторон, подписание каких-то документов, такая некая формализация. Чтобы просто вы не путали, это скорее больше будет относиться к Иерафанту, некие такие традиции, их поддержание и как уже такое выливание в то, что это должно быть как-то оформлено традиционно правильно, что ли. Так, если мы говорим о негативных значениях, которые могут проигрываться в этой карте, то есть чаще всего это в перевернутом значении кто пользуется, то либо соседние карты могут прям сильно накидать негатива даже в прямое значение. Есть еще какое-то препятствие, то есть в перевернутом карте, что-то, что не дает довести дело до конца и освободиться по-настоящему. То есть если в прямом значении, мы говорили, что мы уже куда-то пришли, мы уже чего-то достигли, пусть если это еще только свадьба, это только обещание двух людей, но, как говорится, дело остается за малым, дальше только съехаться вместе, жить, да выполнять эти обещания. То есть в любом случае это имеется в виду подведение какого-то чертога того, что мы долго к чему-то шли, строили, строили, наконец построили, мы долго к чему-то шли, и вот мы пришли, и то, к чему мы пришли нас радует, мы этому радуемся, мы вздыхаем с облегчением, подводим черту, а в перевернутом значении вот как раз и не получается подвести эту черту. То есть для какой-то из сторон, либо может быть для обеих есть еще какие-то незавершенные вещи, незавершенные дела. Вот оно прямо так сквозит и ощущается в этой карте. Это может быть и тот случай, когда грядет какой-то банкет, ну в буквальном смысле, мысль, о котором скорее угнетает, чем радует, и во время которого мы думаем только о том, как бы быстрее унести ноги. То есть если мы говорим в буквальном смысле о каком-то мероприятии, о каком-то празднике, то для кого-то это может быть долгожданное ожидание праздника, а для кого-то ты можешь быть там как будто бы лишним. Ну предположим, такая из каких-то банальных ситуаций всем знакомых, когда девушке нечего одеть. Или вот прям сейчас не вовремя, потому что, я не знаю, может быть не совсем удачные для нее дни. Или связано да масса причин, почему человек думает, ну а почему именно завтра, почему не через неделю, когда время будет просто как нельзя лучше. Это может быть и другая какая-то погода, которая портит все, либо какие-то наши сугубо личные ощущения того, что не время сейчас. То есть вот как бы либо наоборот чуть раньше надо было, либо чуть позже, но именно не сейчас. Это в негативном значении. То есть условно говоря, праздник так или иначе может состояться, но просто как-то либо ты там будешь лишний, либо в целом праздник будет таковым, что ощущается не к месту. Прямая карта несет в себе энергию завершенности, а перевернутая может сообщать, что проект нуждается в доработке. Ну в общем-то оно таки ощущается, да, что в прямом значении все сходится как нельзя лучше, все довольны, все рады тому, как это все выглядит и происходит, а в перевернутом ну типа давайте мы перенесем на недельку. Не все еще готово, там еще шалаш не достроен, там позвонили подрядчику, узнали, что цветы еще не довезли на эту самую свадьбу и вот тогда будет перевернутая. Нужно что-то еще доработать, нужно еще сделать. В чем-то, что оказалось уже выполненным и доведенным до конца, вдруг обнаруживаются проблемы и недочеты и поставить точку не удается. Ну в общем-то это все то же самое, когда есть ощущение понимания, что карту надо, как любят часто ретерологи, развернуть из негативного, из перевернутого значения, развернуть и тогда все стабилизируется и будет хорошо. Предлагаю сразу нам тогда с вами погрузиться в зодиакальный дом и он у нас, как ни странно, четвертый, казалось бы, стихия огонь, это у нас жезлы, четвертый зодиакальный дом, это у нас рыбы, водный знак, но я не брал так много информации, потому что мы будем с вами еще четвертый дом отдельно разбирать в карте колесница, она у нас здесь тоже будет присутствовать, и там мы тогда полнее уже посмотрим по персоналям, по личностям, по вот этим самым четырем уровням развития прокачки четвертого дома, мы там уже посмотрим, как это в падении выглядит, как этот дом выглядит гармоничным, как он выглядит слабым, как он выглядит сильным, а сейчас-таки скорее общее значение, в общем, во внешней жизни четвертый дом определяет взаимоотношения человека с кусочком земли, который он воспринимает как свою родину, опять же, я оставлял те значения, которые у нас также очень хорошо соотносятся с нашей картой Густава Дере, потому что люди пришли в землю обетованную, они хотят приобрести свой кусочек родины. Это может быть страна, город или просто родительский дом, то есть любая родина, малая родина, в целом понятие родина, твой кусочек земли, либо банально, условно говоря, в коммунальной там каком-то стане и помещении твоя личная комната, твое пространство. При поражении четвертого дома чувство родины часто имеет отрицательный характер, но оно очень интимно, как и все чувства, связанные с четвертым домом. И потому в этом случае обычно полностью вытесняется, и человек ощущает в себе отсутствие корней. Это, конечно, не соответствует действительности, но эти корни таковы, что без специальной подготовки на них лучше не смотреть. Пораженный дом имеется в виду, как если бы мы говорили о перевернутой карте, когда нет того самого ощущения стабильности, нет ощущения устойчивых стен, понимание твоей родины, место, куда можно вернуться, куда можно прийти, где можно приобрести покой. Рак по этому четвертому зодиакальному дому, да, в целом животное, животное, ну да, существо, пугливое, и в случае чего оно быстро возвращается куда? Оно возвращается в свою ракушку, оно возвращается в норку, то есть он может ночью по луне выползать, помним, что рак у нас он такой лунный знак, водный, и в случае какой-то опасности он сразу прячется в дом, он сразу прячется туда, забегает. Четвертый дом управляет семейной жизнью человека, тоже, кстати, да, вот у нас что по этой карте, что мы посмотрим по вот этой, по земле обетованной, ну, в общем, уже понимать, вылавливать суть карты, что люди пришли в землю обетованную, с желанием того, чтобы там создать свою родину. А что это значит? Что у каждого будет свой кусочек земли, у каждого будет свой дом, у каждого будет своя семья, своя маленькая уютная гнездышко, со своей смоковницей, со своим виноградником. Поэтому Четвертый дом управляет семейной жизнью человека, точнее, его каждодневным существованием в стенах и под крышей, которые он считает своим домом, тут уже не важно, дом, квартира, пол, квартира, комната. Когда человек входит в свою квартиру или комнату и закрывает за собой дверь, на него мягко опускается четвертый дом и стоит все время, пока человек там находится. Разумеется, дома наряду с четвертым домом могут включаться и другие дома, но четвертый дом будет включен обязательно. Вот это ощущение стабильности, защищенности. Вот эта четверка она нам прям со всех сторон. То есть по нумерологии цифра 4 обозначает стабильное основательное какое-то положение ощущения, состояние, волхимии то же самое, квадрат, который обозначает принцип всего материального. Все в наш физический мир, который окружает нас, не надо 5 ножек, не надо 5 колес, не надо 5 стен, 4, 3 мало, 4 достаточно. Как раз то, что нужно. Ни больше, ни меньше. И вот это вот ощущение по четверке, оно постоянно присутствует, что это дает им чувство стабильности, защищенности, какого-то уюта. Четвертый дом стоит над недвижимостью, у кого она есть, дом, земли, имения, а в целом управляет защитой человека от внешнего мира, тем, что является основой его существования и выживания. Вот, кстати, по карте земля обетованная это также будет проходить. Люди туда шли прямо за недвижимостью в буквальном смысле. Если нет реализации принципа четвертого дома, человек болтается по жизни, не зная, где приткнуться и как остановиться. У него нет ни Бога в душе, чтобы не думал он сам на этот счет, ни крыши, которая бы защитила его от тярости урагана кармы, в каком бы шикарном дворце он ни жил. Имеется в виду, если карта перевернута, если дом пораженный, если он недостаточно развит и прокачан, то у человека и нет ощущения того, что у него есть вот это, что физический дом, куда можно вернуться, но есть же еще понимание духовного дома. То есть, где бы ты ни находился, в каких бы ты тяжелых и сложных ситуациях ни был. Вспомните, например, пророка Даниила, который был вырван из своей родины, из Иерусалима и находился в плену всю свою жизнь. Да, он там потом устроился, был на хороших, неплохих должностях, но я уверен, что его никогда не покидало желание, и мы это будем с вами видеть потом, когда будем разбирать Кира, который, в общем, будем разбирать мы еще Даниила, мы к нему вернемся. Он до последних дней своих не покидал надежд вернуться в Иерусалим, в свой родной город, как бы ему хорошо не было на чужбине и какие бы он там не получал всяческие блага, и как бы Господь не умилостивлял врагов, точнее, его в глазах его врагов. Так вот, это самое ощущение стабильности в него присутствовало, Бог в душе в нем присутствовал. Это такой, больше духовный дом. Люди, кстати, этого тоже искали по этой карте. Четвертый дом символизирует отца как фигуру, поддерживающую жизнь и обеспечивающую устойчивое существование ребенка. Отец строит дом и приносит еду. Тут уже немножко даже императором попахивает. Тоже четвертый у нас старший аркан, который не сидит на троне, на Вейтовской колоде, имею в виду. И он такой, который все строит, создает, ограничивает, но ограничивает разумно. То есть, ты туда не ходи, ты сюда ходи, потому что там будет тебе плохо, а здесь тебе будет хорошо. Четвертый дом торжествует при строительстве дома, в котором будет жить человек. При этом он может получить от родных в подарок или в долгосрочный кредит такие суммы денег, на которые он не мог бы рассчитывать ни при каких других условиях. вот это ощущение подарка, ощущение того, что люди получают свой дом, свою землю обетованную в виде действительно подарка, на который они и рассчитывать не могли. Выходя из земли египетской и идя в землю, которую им обещал Господь, обещал Бог, они как раз подобны тому человеку или тем молодоженам, которые захотели свое жилье, а на них просто вот по четвертому дому на них сваливаются просто какие-то или супервыгодные условия по ипотеке, или кто-то денег дает взаимые на супервыгодных каких-то классных условиях, или просто кто-то банально может делать подарок. То есть в любом случае в их жизни появляется нечто такое, что воспринимается как некий подарок свыше. Средний человек включает четвертый дом, занимаясь бытовыми делами и укрепляя семью, чтобы не означало это сугубо мистическое выражение имеется в виду укреплять семью. Нормализация отношений между супругами, родителями и детьми, рождение новых детей, или перераспределение ролей в семье. То есть мы сами здесь видим, что по четвертому зодиакальному дому идет ощущение вот этой вот стабильности в доме, но вот здесь дом приобретает характер семьи. Я бы так в принципе сейчас разграничил, чтобы у вас тоже сложилось правильное впечатление об этой четверке, о четвертом доме. Вот есть буквально материальное ощущение, то есть то, куда человеку физически можно вернуться, будь то родина, будь то его дом, то есть какое-то такое чисто на физическом уровне ощущение защищенности, комфорта, стабильности, крова над головой. есть, где бы человек ни находился, это его духовное, душевное такое вот ощущение Бога, Абсолюта, Создателя, Кармы, того, что вот он с ним, так сказать, на связи и это дает ощущение защиты и кровли, где бы ты ни находился, этой ракушки, которая тебя, как рака, прячет от опасности. И в отношениях, то есть уже в взаимодействии с другими людьми, то есть в семье, сама по себе семья, какой бы она ни была, из двух людей она может состоять, из трех, из четырех, из пяти, неважно, кто, те люди, которые так или иначе называют себя семьей, живут под одной кровлей, чаще всего. И вот у них включается также четвертый дом, да, вот в принципе люди создают семью, они создают и в буквальном смысле дом, они создают и дом в виде семьи, как ячейку общества, и они создают связь с Богом, то есть мы об этом кстати с вами и поговорим в интересном по этой карте, то есть вот этих три аспекта, они также, ну мы сейчас не про карту, мы сейчас про зоиакальный четвертый дом, а как видим, вещи оказываются очень даже хорошо связаны. Под четвертым домом проходит глубокая старость, когда чувствуется, что жизнь прожита и уже ощущается дыхание приближающейся смерти. Человек, а на самом деле Бог, подводит итоги, ой, простите, ну да, а на самом деле Бог, человек, а на самом деле Бог, да, подводит итоги прожитой жизни и пытается осмыслить и понять свои ошибки и ее уроки. Вот это как раз, помните, то, что мы с вами читали в традиционных значениях по вейтерской карте, что есть по вот этой понимании какого-то промежуточного этапа. То есть была какая-то дистанция, был какой-то путь, он мог быть гладким, он мог быть тернистым, но мы сейчас пришли и вот по прямой карте, по позитивному прочтению это хорошо. То есть мы можем сейчас выдохнуть и передохнуть и насладиться, самое главное, плодами наших трудов. Так вот по четвертому дому зодиакальному идет также ощущение, не ощущение, а проходит у нас глубокая старость. То есть когда человек прожил жизнь, прошел какой-то определенный этап и тоже подводит черту, как сам для себя, так и вроде как ну Бог его не то чтобы судит, но подводит эту самую черту и человек размышляет, думает и в прямом прочтении карты, да, в положительном он наслаждается увиденной картиной, она его радует. Перевернутым конечно может к сожалению прийти ощущение, что секундочку, высшие силы, дайте мне еще годик, мне еще нужно кое-что успеть доделать, мне еще нужно кое-что сделать, исправить, я не все, я не готов еще. В какой-то мере четвертый дом включается при завершении любого дела, когда возникает мистическое ощущение точки, поставленной в конце предложения или целого текста. А это вот прям ну я же говорю, я читаю и я не вижу разницы между тем это идет описание карты или описание четвертого зодиакального дома. Не так часто случается, когда младшие числевые арканы по номеру самого аркана так хорошо совпадают с зодиакальным домом. То есть четвертый у нас аркан, четвертый он совпадает у нас вот так по описанию с четвертым зодиакальным домом, с раком. Насколько это как будто бы об одном и том же. Не зря я карту держу в руках. В этот момент подводятся итоги и лучше если мы сейчас говорим о подведении черты и установки точки после завершения какого-то дела. В этот момент подводятся итоги и лучше если это делает Бог а человек его слушает чем наоборот. Включение четвертого дома характерно для конца сказки когда герои после волнующих приключений и сыровых испытаний возвращаются домой далее цитата и стали они жить поживать добра наживать мы знаем все с вами с детства вот эти завершения и как только ты слышишь эту фразу ты сразу понимаешь что вот из сказочки конец это слушал молодец жили недолго и счастливо умерли в один день родили кучу детей и прочие такие фразы сказанные одним предложением они нам четко дают понять ощущение этой карты что все сложилось хорошо они достойно прошли свой путь они замечательно прожили эту жизнь лучше просто и быть не может хотя мы здесь видим промежуточный этап люди наоборот выходят сейчас на ту ступень чтобы начать новую жизнь уже как общая семья рожать детей потом воспитывать их растить расширять дом или построить его как минимум но если смотреть на жизнь человека с той точки зрения что это также промежуточный этап что после этого будет новый этап то все воспринимается точно так же если смерть это не конец а лишь подведение черты и установки точки на каком-то там 70-80 летнем пути то все тогда становится понятно так что мы сейчас делаем а сейчас мы прежде чем переходить по практическим значениям я их лучше оставлю на закреплении материала когда мы свяжем уже все карты воедино хотя я уже сам того не желая прям рассказал все что об этой карте нам важно знать но давайте мы обратимся к первоисточнику и прочтем что же у нас собственно изображено на этой карте но справедливости ради чтобы не занимать у вас время именно чтением самой библии с порой сложными текстами давайте я вам расскажу историю вот в хронологическом порядке было бы правильно после карты маг там где мы разбирали помните личность моисея но нам нельзя было опустить то как он стал тем самым моисеем который вывел израильтян из египетского рабства как он получил для народа каменные скрижали и как он их ввел в землю обетованную и вот следующая карта вот это после мага вот эта следующая карта идет в хронологическом порядке между ними ничего нет ни одной карты между ними больше нет поэтому я вам уже в двух словах сказал вы понимаете контекст люди вышли они видели буквально еще недавно каких-то месяц назад может быть два месяца назад ну ладно шучу пару месяцев месяц три-четыре прошло потому что Моисей трижды поднимался на гору по 40 дней в общем это уже 120 дней уже 4 месяца плюс они шли ну хорошо в любом случае это происходило у людей постоянно на глазах вот эти все чудеса то как разверзлась Красное море я уже молчу про 7 египетских казней в общем не жизнь а сплошное какое-то удивление блокбастер они приходят наконец-то к тому что Господь говорит Моисею пошли от себя людей чтобы они высмотрели землю ханаанскую которую я даю сынам израилевым он говорит чтобы Моисей взял по одному человеку от колена отцов их и послал напоминаю что у израильтян было 12 колен по числу 12 сыновей и вот из каждого колена нужно было взять по представителю и отправить вот мы сразу обращаем внимание помним что мы не так давно читали по поводу и четвертого дома что мы сами читали помним по поводу карты четверка жезлов во-первых это у нас звучит обещание и тут уже не важно что это обещание жениху к невесте а невеста там что-то обещает жениху здесь неоднократно в Библии прям так Господь говорит что я заключу завет завет это договор а чем свадебный договор не договор подписание документов обещание в САГСе либо вот как в нашем случае на еврейской свадьбе обещание что-то сделать то же самое то есть это есть тот самый завет и вот он завещал то есть он обещал он говорил что он их приведет вот он их приводит вот сейчас он об этом и говорит то есть вот прям сейчас по большому счету происходит вот это действо пока еще не вот это мы к этому сейчас дойдем а пока вот это действо происходит то есть есть некие обещания которые дает Господь он говорит что я вам обещал вот эту вот землю вот я привел давайте идите смотрите преданное так сказать Моисей собирает людей он их отправляет мы не будем читать имена всех этих славных мужей которые туда пошли посылает их Моисей высмотреть землю ханаанскую он им сказал пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю какова она и народ живущий на ней силен ли он или слаб малочислен ли он или многочислен и какова земля на которой он живет хороша ли она или худа и каковы города в которых он живет в шатрах ли он живет или в укреплениях и какова земля тучна ли она или тоща есть ли на ней дерева или нет будьте смелы и возьмите от плодов земли было же это ко времени созреванию винограда то есть это было было урожайное время виноград созревает в умеренных широтах осенью там вполне там мог быть июль например месяц либо август в общем мы видим что как это сцены выглядит сейчас есть две стороны жених и невеста невеста Израиль жених это у нас Господь Бог и Господь Бог говорит я тебя приведу в дом который я построю тебе и выполню такие-то такие-то обещания и вот здесь сейчас сцены из многочисленных фильмов в том числе из двумя зайцами когда показывают то самое преданное и вот это мы своей дочечке припасли и вот это про Непрокопов и вот это и вот это то есть мол а жених Сергей Петрович ходил голохвастов и рассматривал все это и он себе там уже калькулятор у него в голове щелкал то есть вот здесь похожая сцена когда жених говорит о том что он сделает а невеста в лице представителей от народа идет чтобы все это оценить чтобы все это посмотреть на все это богатство и мы себе говорить не стесняйтесь там и прям плодов взять попробовать вкусно ли они хорошая ли земля и так далее и так далее и тому подобное в общем они пошли они пришли в определенную долину к долине Эсхол и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое взяли также гранатовых яблок и смоков место сие назвали долиною Эсхол в переводе виноградная лоза по причине виноградной кисти которую срезали там сына Израилева вот мы как раз сейчас и видим эту сцену когда они срезали одну ветвь винограда повесили ее на шест и два человека вынуждены были нести один не смог то есть прям урожайная земля земля ну жених хороший дом обещает построить да израильтянам невесте своей благоденствие там явно будет сейчас секундочку и высмотрев землю возвратились они через 40 дней ну потому что так и было сказано чтобы они шли ее смотреть в течение 40 дней и пошли и пришли к Моисею и Аарону напоминаю Аарон это брат Моисея который выполнял роль первого священника и ко всему обществу сынов Израилев в пустыню Фаран и Кадес и принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли и рассказывали ему и говорили мы ходили в землю в которую ты посылал нас в ней подлинно течет молоко и мед и вот плоды ее но народ это мы сейчас давайте дальше почитаем то есть мы видим что помните земля обетована я приведу тебя в ту землю где течет молоко и мед это обещание которое Господь давал еще ветхозаветные времена Аврааму Исааку Иакову о том что он приведет их в эту землю но случилось потом египетское рабство многосотлетнее и снова когда он помните выводил с помощью Моисея евреев он им говорил что я вас выведу и приведу в землю где течет молоко и мед в землю обетованную и вот это случается вот они приходят сейчас в эту землю обетованную и видим что действительно и люди это подтверждают это там земля где течет молоко и мед там просто ну где не не ткни будет расти смоковница или виноград или гранатовое дерево очень урожайная земля что мы видим по вот этим картам мы видим ощущение отчего дома да помните мы с вами говорили ощущение стабильности покрова ощущение того что они приобретают родину по четверке по четвертому залекальному дому ощущение благоденствия опять же подведение черток подведение промежуточного результата постановка точки ведь они ну много настрадались во первых они много страдали в целом когда были рабами а потом вот этот очень активный такой путь боевика блокбастера когда они видели наблюдали 70 казней когда они шли от фараона сколько помните раз они стенали взывали к моисею к господу по поводу того зачем ты нас вывел лучше бы мы там умерли себе там сытые и одетые чем тут в пустыне и каждый раз когда какая-то опасность случалась в общем трудный был путь как ни крути в конце концов потом они грек подошли ослушались сделали золотого тельца левиты одной из колен истребили 3000 человек не сладко жилось людям трудный был путь вот они пришли и вот эта карта и есть ощущение праздника не зря они шли они увидели что все что обещал им бог все куда он их вел так и есть вот сто процентов все тютелька в тютельку вот один в один ощущение праздника промежуточного итога стабильности банкета представьте целый год какая-то компания корпорация пахала вот я что-то себе сразу представляю когда я беру корпорации представляю себе фильмы типа волк с уолл стрит помните с ленардо дикаприо то есть когда человек совершает в день 250 звонков постоянно на нервах надо какие-то вопросы порешать там договориться это сделать там того клиента оторвать того ублажить того убедить тому может быть чем-то там пригрозить в общем в напряге и так каждый день изо дня в день 5 дней в неделю 22 дня в месяце 300 дней в году и потом случается такой корпоратив когда вся компания собирается награждают там каждого лучшего какого-то сотрудника то есть вот такое ощущение всеобщего праздника подвернение итога черты и когда компания весь год очень тяжело трудилась но сейчас она процветает и у каждого человека от главы компании до уборщицы есть понимание что это общее дело каждому выплатили какую-то премию он понимает что каждый сейчас из них получит по кусочкам этого самого пирога вот в этой карте в этой карте то же самое ощущается вот наконец-то они пришли туда за что они так долго терпели за что они так долго страдали то что им так много раз обещалось но заметьте заметьте им для этого ничего не надо было делать им просто эта земля дает земля-то дается помните как вот в ощущении было там отца который воспитывает детей дает им кровлю и дом это по четвертому зодиакальному дому по раку ощущение того что тебе просто ипотека какая-то шаровая падает то есть вот это присутствует в зодиакальном доме который соответствует этим картам в конце концов жених который берет невесту состоятельный жених может взять невесту которая там бедная не имеет какого-то приданного ничего и он ей обещает и то и то и то и то и она видит что он может это выполнить потому что он состоятельный человек видно его родителей и в конце концов она знает кто он такой где он устраивает эту свадьбу вот здесь как раз Господь и предстает самым женихом и мы видим это подведение итога черты и точки но вот давайте мы сейчас теперь перейдем к негативному прочтению этой карты негатив который может случиться о котором нужно помнить когда будете пользоваться этой картой уже гадая людям отвечая на их вопросы что происходит дальше а дальше случается следующее они говорят но народ живущий на земле той силен и города укрепленные весьма большие и сыновь инаковых мы видели там амалик живет на южной части земли хитеи и иусеи амареи хананеи ну то есть они перечисляют трудности с которыми они сейчас столкнутся земля это конечно замечательное все так оно и есть но там же люди живут и они не первобытные племена у них города укрепленные усиленные не в шатрах живут не кочевой народ а седлый народ города создали построили а мы ходили по пустыне вышли из рабства мы что воины какие-то да то есть как нам вообще с ними справиться и вообще даже сейчас не об этом речь чтобы справиться вот здесь как раз и сразу ощущается перевернутая четверка вроде как бы с одной стороны точку то мы поставили итог подвели и тут же мы выходим на то что делать еще не завершено а получается что нельзя сейчас вот прям брать и наслаждаться мы можем только насладиться промежуточным итогом а знаете как все четверки особенно четверка пентакли но мы сейчас не о ней как все четверки они могут застрять в этом ощущении стабильности потому что достигнув его сделав четыре ножки у табуретки тебе не хочется делать пятую тебе не хочется делать еще одну табуретку все как бы ты уже хорошо сидишь на этом стуле зачем тебе двигаться дальше вот они и пришли к этому с одной стороны ощущению стабильности а с другой стороны ощущение того что это незавершенное дело что теперь надо что-то будет дальше делать значит среди них был один человек по имени Халев который наоборот успокаивал народ и говорил мол не волнуйтесь но в конце концов господь нас так долго вел неужели он нам не поможет а другие распускали худую молву о земле которую они осматривали между сынами Израилевым и говоря земля которую проходили мы для осмотра есть и земля поедающая живущих на ней и весь народ который видели мы среди нее люди великорослые великаны имеется ввиду что некое такое раздвоение в обществе пошло что люди начали пускать недобрый слух что на самом деле там вот не такой уж и урожай и не такая уж хорошая земля а люди там не просто люди исполины целые ну и чем все заканчивается традиционно заканчивается заканчивается тем что народ говорит поставим себе начальника и возвратимся куда в Египет да в Египет Моисей и Аарон просто в шоке Иисус Новин в шоке они рвут этот халю в шоке рвут на себе одежды падают ниц пытаются народ это как-то усмирить ублажить объяснить растолковать они как слепые совершенно этого не видят если Господь милостив к нам то ведет нас в землю сию и даст нам ее эту землю в которой течет молоко и мед только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей ибо он достанется нам на съедение и сказала все общество побить их камнями ну вот так вот вам перевернутая четверка жезлов в самом негативном ее проявлении когда есть две стороны только уже не жених и невеста а мы видим невеста причем разделение у нее только разделение личности в голове происходит с одной стороны одна ее здраво даже не здравая скорее интуитивная часть говорит что все хорошо все замечательно ведь до этого все было нормально и хорошо кстати это логично почему сейчас есть смысл усомниться в правдивости слов моего жениха а другая часть говорит тоже вроде логично что там люди есть они вооруженные города укрепленные и начинается бунт на корабле внутри головы самой невесты происходит раздвоение но вмешивается Господь являя свою славу и хочет истребить всех этих людей говорит что поразит его язвою и от Моисея произведет народ многочисленный но в очередной раз Моисей говорит ему такие слова как говорил и раньше зачем ты тогда нас выводил зачем ты совершал все эти чудеса чтобы сейчас нас истребить и тем самым сделать себе худую славу нет и что же тогда происходит а происходит вот что Моисей молится чтобы простил Господь грех народу твоему по его великой милости Господа и он говорит что все которые видели славу мою и знамения мои сделаны мною в Египте и в пустыне и искушали меня уже десять раз и не слушали голоса моего не увидят земли которую я клятвою обещал отцам их все раздражавшие меня не увидят ее кроме Халева ибо в нем был иной дух и Иисуса Навина это приемника Моисея Моисей тоже не увидит потому что мол ты не смог подержать народ и он говорит что ваши сыны будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше доколе не погибнут все тела ваши в пустыне по числу сорока дней которые вы осматривали землю вы понесете наказание день за год вот такое завершение этой карты с одной стороны мы видим все о чем мы читали все положительное все замечательное которое у нас прослеживается в четверке ощущение стабильности подведения черты итога в целом радостная карта замечательная но ты же представьте я не буду сейчас повторяться все эти примеры что я называл в общем вы понимаете ощущение от этой карты а в перевернутом значении тут уже произошел некий конфликт кстати это очень легко перенести в будущем когда будете вытаскивать эту карту на взаимоотношения между двумя людьми когда она попадает в таком перевернутом значении это значит что одна из сторон как раз может либо взбрыкнуться мотивируя тем что ну мол не все еще завершено не все еще готово надо что-то еще доделать переделать хотя по факту мы видим объективно все готово бери и пользуйся нет какая-то из сторон упирается не готова не хочет и тогда вполне может установить какое-то наказание наказание в виде отсрочки на 40 лет на 40 дней на 4 года ищи себе нового жениха новую невесту наказание в виде какого-то истребления разрыва отношений но это уже другие карты могут показать я имею ввиду чтобы вы себе это все так уже переносили в такую сферу конкретики какой-то вот давайте мы тогда сейчас с вами перейдем в значения практически которые могут проигрываться по этой карте и какие-то прямые действия так вот по жезлам получается у нас в целом вы уже в принципе поняли когда выпадет эта карта даже сейчас можно значение не зачитывать но выпадает эта карта и вы задали вопрос относительно любой сфер как сложатся отношения и выпадает эта карта или как между людьми или как будет выглядеть там например завершение или заключение сделки с партнером и выпадает эта карта как стоит ли мне например покупать там какую-то недвижимость либо вложить деньги там в биткоины или куда-то и выпадает эта карта и вы везде уже понимаете ощущение в прямом значении от этой карты дружище не беспокойся все будет просто в ажуре все будет в лучшем виде ты до этого работал много ты трудился теперь просто пожинай результат в таком значении ну тут уже есть некое разночтение сейчас мы их разберем но в целом есть ощущение того что нужно что-то еще доработать нужно доделать а то уже от кого зависит не покажутся синие карта от самого человека либо от ситуации но значит завершение проекта идет если мы говорим о работе отпуск тире корпоратив ну корпоратив имею ввиду это в том смысле что как я говорил конец года такой какой-то общий праздник рабочий и вот это по этой карте такое ощущение может быть либо отпуск как тоже промежуточный этап человек работал работал знаете как обычно бывает человек очень много работает для того чтобы летом взять отпуск на две недели и с семьей и с детьми уехать на море и он понимает что ему нужно подогнать и кучу хвостов и дополнительно заработать деньги ну не во всех там фирмах или работах а дают какие-то дополнительные отпускные какие-то бонусы что ты просто можешь взять и поехать нет тебе надо там хорошо поработать чтобы потом пока ты будешь отсутствовать в это время да ну это такое в общем мы понимаем что это тоже такое будет какая-то точка подведения черты стабильность помним да мы саму по себе эту четверку ощущение структуры стабильности это и по зодиакальному дому прямо у нас фоном хорошо идет выполнение обещаний хоть и здесь у нас изображена буквально в смысле еврейская свадьба а здесь некая такая духовная что ли свадьба между господом и между народом евреями и израилем но тоже та же свадьба то есть есть обещание выполнил обещание выполнил сдержал свое слово сдержал трудно было да но сдержал командный дух почему командный дух потому что мы видим ряд например людей которые собрались вместе да Моисей вместе с Аароном вместе с Сусомнавиным вместе с Халевым то есть они как-то вот ополчились ну в хорошем смысле слова против людей либо начали ратовать за людей при лицом Господа когда они согрешили то есть вроде как разруливание каких-то проблем ну по этой карте нельзя сказать что идет разруливание проблем но командный дух вполне себе может ощущаться да и в целом когда они шли всем народом пришли в обетованную землю там по человеку из колена выделили отправили то есть вот это все такое какая-то организованность структурность она во всей этой библейской истории очень хорошо ощущается в отличие кстати от этой карты по этой четверке да то есть такое какое-то упорядовывание то есть ничего хаотичного такой какой-то математический расчет и то сделайте и это сделайте туда сходите прям как в фирме какой-то покупка стабильность стабильность кстати здесь я написал стабильность плюс-минус то есть стабильность это как хорошее явление так и плохое нередко бывает когда карта четверка жезлов выпадая в раскладе между парнем и девушкой в одном случае вот так может выглядеть а в другом случае на другой стороне вот так о чем это говорит что кого-то эта стабильность устраивает которая сейчас есть в паре в этих отношениях а кого-то нет а у кого-то есть ощущение что как-то это не не совсем та стабильность которую я хотел бы либо хотела бы надо что-то доработать надо что-то сделать надо исправить двигаться дальше опять же мы где-то уже читали с вами по поводу того что не помню да там мы в традиционных значениях читали по поводу того что очень легко остаться в четверке четверка тем и привлекательно что ты к ней долго шел а придя хочется отдохнуть и остаться это как человек путник который долго-долго-долго очень шел с посохом там где-то или там сейчас с туристическим каким-то ранцем потом нашел классное место на поляне он там разложился сел или может даже прилег в солнышко сели так хорошо и вставать вообще не хочется и так кайфово и вот ощущение что ты в принципе все я вот здесь корни готов здесь хочу остаться уже это лишь промежуточный этап потому что ну ты же здесь жить не будешь в конце концов наступит вечер потом придет ночь здесь открытое пространство холодно дикие звери откуда-то набегут но вставать так не хочется потому что ты преодолевал такой трудный путь до этого а сейчас так кайфово и ноги твои расслабляются и спине приятно ты какой-то пикничок разложил вот поэтому вот эта вот самая стабильность она может быть и обманчивой с одной стороны она такая желанная и приятная с другой стороны она может если не подразумевает следующего шага если это просто были обещания данные на свадьбе но никто не съехался никто не стал не стал строить дом не стал строить отношения создавать ячейку общества то как минимум одной из сторон ощущается эта карта как перевернутая как стабильность которой не хотелось бы эй дружище не-не-не мы с тобой не к этой стабильности шли мы шли к той стабильности чтобы построить дом родить детей воспитать их а ты получается как бы погулял на свадьбе это все твоя стабильность и теперь ты ну в общем понимаете да вот это ощущение готовность идти навстречу ощущается это очень хорошо в этой карте со стороны особенно Господа и со стороны определенных людей из числа народа Израилева даже в этом конкретном случае когда вот он вроде в начале ну не вроде он разгневался и хотел истребить людей но пошел же навстречу да по словам Моисея да со срочкой на 40 лет будут ходить но только их дети войдут в землю обетованную но войдут же войдут поэтому готовность идти навстречу присутствует и заметьте что это не активные действия это не рысверная жезлов это не любые там другие карты там типа тройки либо двойки или где присутствует явная динамика в пятерке там семерке например жезлов нет эта карта в целом она такая статичная она стабильная эта карта но это готовность идти то есть соседние карты уже покажут а будет ли но человек в принципе готов я открыт то есть у меня блютуз включен я готов принимать сигнал это включенный блютуз да он как раз подразумевает эту готовность для передачи данных предложение предложение перенос планов имеется имеется ввиду в буквальном смысле давайте так чтобы не говорить только о свадьбе конкретно это может быть выход на любой какой-то этап который сравним с тем как вот в традиционном значении люди еще неделю на этап встречались а теперь они уже собираются сделать свадьбу то есть даются обещания и самое главное понимание того что выход на какой-то этап то есть люди постепенно к чему-то шли дошли и вот это подведение чертога этапа какого-то так вот в одном случае это как предложение идет а в другом случае как перенос планов в перевернутом значении то есть как я уже говорил в начале да срыв свадьбы откладывается по каким-то разным причинам как объективным внешне ну я говорю погода плохая снег выпал ураган случился землетрясение в Турции как например вот было к сожалению итог отношений то есть тоже какой-то такой причем приятный итог шли очень много дней месяцев евреи по пустыням по плохим дорогам пришли итог отношений точка ну в буквальном смысле может быть отпуск отношения стабильные я уже говорил кстати в начале была стабильность ну тут кстати отношения стабильные тире в негативном отношении для публики то есть если мы говорим уже о существующих каких-то отношениях в паре то это отношения стабильные хорошие которым которыми пара довольна а в таком значении это может быть например игра на публику то есть для галочки для вот всех гостей на свадьбе это неплохо это типа свадьба а по факту молодые знают что это фиктивная свадьба помните фильм как она там называется не она а он называется фильм ой не помню не помню я фильм девушка и парень и актеров я не помню не камеран диэс что там играл ладно в редакции оба работают девушка оказывается из Канады и у нее закончилась временная виза и для того чтобы ее не выкинули из страны и чтобы остаться на хорошей должности она со своим подчиненным со своим секретарем решили сделать фиктивную свадьбу замечательный прикольный фильм ну такой как бы посмотреть посмеяться попереживать за людей не помню название возможно вы поняли о чем речь в общем для публики да там было у них все закончилось хиппи-эндом эти отношения для публики потом переросли на самом деле в стабильные вот в такие что эти обещания которые были даны публично для всех обманным путем по факту они потом превратились в самое настоящее также может означать следующий шаг но может означать и замирание следующий шаг имейте ввиду вот они шли-шли-шли-шли пришли подвели чертог какой чертог чертог подвели черту черту и итог это у меня два вместе чертог чертоги это нечто другое это больше как комната чертоги и понимание из того что будет следующий еще шаг следующий этап какой-то вот сейчас это обещание на свадьбе а теперь нужно завоевать этих хананеев нужно войти в эту землю и взять над ней права и управления это пообещание построить дом но это еще не само строительство это будет еще следующий этап сейчас только промежуточный а в перевернутом замирание вот что сделали евреи которые испугались они были готовы вернуться даже назад то есть остановка вот мы шли-шли-шли а теперь все остановка замерли помните об этом значении когда будет как-то в перевернутом выпадать в варианте по пентаклям это у нас бизнес зарабатывание денег в целом можно говорить о хороших дивидендах прибыли доходе чем-то не было выпадает когда карта в прямом значении можно не сомневаться что тебе принесут вот эту огромную такую кисть винограда на палке которая держит два человека то есть вот замечательно особенно когда ты понимаешь что в этой ситуации были какие-то условно говоря завязка кульминации развязка либо начало середина конец когда наконец выпадает эта карта ты понимаешь что все твои усилия которые были до этого сделаны они увенчаются успехом то есть можно ожидать хорошие дивиденды прибыль это может говорить и о стабильном доходе то есть помнишь да четверка стабильность кров ощущение защиты покоя что нам дает ощущение защиты покоя хорошая стабильная работа в том числе дает дает да стены дома ощущение бога внутри себя что на тебе заботится опекая тебя где бы ты ни находился хоть в плену у царя дарья как даниил хоть в освенциме если у тебя есть ощущение того что бог с тобой он тебя оберегает опекает то над тобой вот этих четыре стоит этих колонн в общем стабильный доход на работе в виде доходов смотря к чему вопрос касается человек спрашивает в плане там стоит ли мне делать вклад в банковскую там ячейку чтобы сохранить в золоте либо там банковский вклад под проценты да и подает такая карта можно говорить о стабильном каком-то доходе также это говорит о прогнозируемом результате потому что по четверке помним это у нас такие ощущения какой-то ячейстой структуры упорядывающей чего-то по четверке и ощущение стабильности и прогнозируемости особенно когда мы вспоминаем больше вот эту карту с одной стороны у нас жених это кто? это господь вот он как сказал так и будет человек не человек высший разум который дает становиться своим намерением вот его слово это тире результат слово результат то есть если он это сказал то так оно и будет прогнозируемый результат ну есть таких каких-то простых вещей спонсорство она же поддержка тоже может быть по мечам стихия воздуха это у нас будет саморазвитие человека или какие-то прямые действия завершение и вот тут я бы разделил перевернутые значения на два таких вот аспект это как недоперевернутая карта и переперевернутая да то есть вот такое как бы не совсем белое и черное а скорее еще серое то есть если мы представим себе цифербат часов то есть 12 да вот здесь у нас 6 а есть у нас еще 4 часа и 5 часов да вот немножко как бы колебания так вот прямом значении это у нас идет завершение завершение подведение точка в перевернутом значении требует доработки а в недоперевернутом может говорить о какой-то поспешности в действиях наоборот вот какие евреи которые вот доработки что требовало нужно было там с людьми поработать там решить ситуацию как на тех хананеев напасть как это все разрулить а поспешность они бы сразу уже себе военачальника выбрали и свалили бы обратно в Египет в рабство вот в перевернутом значении вот так развитие также идет мы это с вами видели если мы говорим с вами о о саморазвитии о каком-то духовном становлении о развитии может быть какой-то ситуации в плане того что человек растет над собой занимается йогой в конце концов или каким-то спортом то есть прокачивает свое может быть физическое или духовное тело и здесь идет развитие но также может быть и стагнация и вот здесь мы уже с вами говорили вот эта тонкая грань черта когда ты шел 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 долго потом присел отдохнуть но ты должен понять что это промежуточная стадия тебе сейчас хорошо ты в какой-то степени пожинаешь может быть результат своего труда условно говоря человек ходил в тренажерный зал в качалку и у него есть определенный план на полгода либо на год и он уже достиг каких-то результатов он доволен любуется собой смотрится в зеркало или там девушка смотрит там красиво подкачала попу подтянулись там ноги все круто замечательно выглядит условно говоря она как бы присела на лавочку как-то турист отдохнуть перевести дух и заодно насладиться той работой которая была проделана и теперь она может насладиться результатом но можно в этом состоянии остаться вот это как раз будет стагнация когда не хочется вставать и снова идти в спортзал там ну взял ты недельку какого-то отпуска передыха но уже вторая потом пошла третья потом уже после 6 опять пошли торты потом ночью чипсы потом холодильник не закрывается вот в общем это будет в такой перевернутой карте наслаждение моментом в прямом значении то есть тоже в плане саморазвития в плане да вот в конце концов занимаясь картами ТРО и прикладывая какие-то усилия в начале было у вас ощущение что вы вообще ничего не понимаете ни в одной карте ни бум-бум дошли до какого-то этапа когда вы запомнили все арканы все младшие все старшие придворные и понимаете даже можете вспомнить как выглядит семерка кубков в образе в голове сразу образ всплывает есть такое какое-то понимание того что я уже неплохо я уже неплохо разбираюсь есть какие-то основные значения и вот а это было трудно это была трудная дорога трудный путь 78 арканов много в них значений много плюс еще перевернут это сразу умножает на 2 голова пухнет и когда ты дошел до какого-то момента ты понимаешь что я красавчик да в принципе я уже кое-что могу я на что-то способен и вот тут может быть негативное прочтение это эскапизм а эскапизм у нас дай бог памяти вот хотел выпендриться да слово такое умное так нашел а эскапизм с другой стороны это у нас будет как такое избегание каких-то трудностей избегание неприятностей попытка остаться в комфортном состоянии новое слово возьмите себе на заметку где-то в коллективе блеснете эскапизмом то есть с одной стороны повторюсь еще раз наслаждение моментом дошли до какого-то уровня до какого-то результата молодец красавчик я уже разбираюсь в картах я могу сделать трехкарточный расклад неплохо его прочитать и вот здесь может быть остановка особенно когда передать им было трудно когда ты к этому сложным путем шел когда не так-то легко тебе все дается все эти названия когда-то все сложно и вот это в негативном тогда прочитании появляется вот самый эскапизм нежелание сталкиваться с трудностями фух типа мне здесь сейчас легко и хорошо останусь к я на этом уровне так вот мы с вами разобрали практически значения и давайте мы с вами заглянем в интересное тут совсем немного я хотел как раз вот больше об этой карте рассказать о Вейновской то что на ней изображено самый шалаш но заметьте что ощущение шалаша ощущение свадьбы точнее еще не самой свадьбы а вот этих свадебных обещаний присутствуют в этой карте я уже который раз говорил господь жених невеста это Израиль и завет заключенный то есть как договор заключенный между ними свадебный договор перед началом свадебной церемонии жених и невеста становятся под хупу вот это и есть хупа четыре вот этих столба свадебный балдахин хупа символизирует дом жениха тут же сразу мысльно отсылочку делаем мы с вами к четвертому зодиакальному дому в буквальном смысле дом стабильность защита для традиционной еврейской свадьбы особенно в каноне ортодоксального иудаизма рекомендуют чтобы непосредственно над ней было открытое небо если церемонию бракосочетания проводят в помещении в зале то иногда делают специальное отверстие чтобы можно было открыть его во время церемонии многие хасиды предпочитают проводить всю церемонию на открытом воздухе говорят что на церемонии присутствуют предки новобрачных и вот можно сразу обратить внимание также на соответствующие иллюстрации мы видим как традиционные вот эти самые хупы так и справа на картинке вот она ту которую очень часто можно увидеть в фильмах которая не обязательно стоит на берегу моря помните как это длинная длинная дорожка гости сидят слева справа в американских голливудских фильмах слева справа сидят на скамеечках и вот под этой самой хупой стоит священник который проводит этот обряд как сочетание жених говорит невесте что он обещается выполнить невеста со своей стороны говорит жениху то есть все то же самое в общем то в близкие времена пара консумировала свой брак в шатре который в талмудический период называли хупой в вавилонском талмуде имеется однако упоминание о саде на балдахине цитата в обычае было когда рождался мальчик сажать кедр и когда рождалась девочка сажать сосну кстати у славянских народов аналогичная есть традиция заметьте а когда они женились дерево срубали и из ветвей делали балдахин ну единственное что у нас такого не было чтобы срубали дерево обычно наросло до самой смерти человека ну и после него тоже еврейские бракосочетания состоят из двух частей церемонии обручения известная как эрусин или кедушин и собственно церемония бракосочетания известная как несуин хупа олицетворяет еврейский дом символизирующий символизируемый тканевым балдахином и четырьмя столбами точно как хупа открыта со всех четырех сторон так и шатер авраама был открыт в знак гостеприимства таким образом хупа олицетворяет радушие по отношению к гостям этот дом изначально лишен мебели в напоминании о том что основа еврейского дома это живущие в нем люди а не имущество в духовном смысле покрывала хупа олицетворяет то что мрачный обед осенен богом то есть как под сенью под покровом господа покрывала это верхнее как кипа служила напоминанием о присутствии бога над всем сущим так хупа была воздвигнута с тем чтобы обозначить что церемония институт мрака имеет божественные истоки помните когда мы с вами читали о четвертом зодиакальном доме вот это вот ощущение стабильности оно в четырех сферах проектировалось в буквальном физическом ощущении дома место куда ты можешь вернуться родина малая родина дом комната ощущение бога внутри тебя где бы ты уже не находился хоть в изгнании хоть в плену но он тебя защищает он как будто бы этих четыре столба над тобой поставил и накрыл покрывала и ощущение также семьи когда вот это происходит бракосочетание один обещает второму что мы создадим дом а что такое дом ты порой приходишь в дом пустой а у него там с тела дышит каким-то холодом а бывает попадаешь в какое-то помещение а там просто оно все светится и ты понимаешь что люди эти создали такую атмосферу вот это как раз почему он пустой этот был хупа это чтобы намекнуть лишний раз что люди создают атмосферу люди создают ощущение семьи а не стены как таковые либо мебель внутри жених первым входит под хупу это означает что он владеет домом от имени пары когда под хупу после этого заходит невеста это означает что жених как бы дает ей кровь или одежду тем самым показывая свои новые обязанности по отношению к ней вот такая традиционная получается ситуация когда мужчина на правах сильного дает обещание дает надежду своей будущей жене на то что он построит дом и приведет ее в конкретный будущий уже дом в общем то это у нас и произошло по этой карте жених в виде господа привел их и показал он ввел их в этот шатер ввел их в эту хупу что такое хупа вот эта хупа вот они пошли в землю эту ханаанскую они увидели все эти дары они им еще не воспользовались но они уже смогли так сказать прям на языке почувствовать вкус винограда смоковницей гранатовых деревьев и знаете на что еще я хотел обратить внимание тоже из разряда интересного это число сорок оно у нас упоминалось в сегодняшнем рассказе дважды в одном случае это когда сорок дней они ходили в земле обетованной высматривая ее а второй раз когда их господь наказал день за год и они теперь сорок лет будут ходить по пустыне пока не вымрет все поколение которое эту землю видела и больше не увидит а только дети смогут увидеть так вот число сорок как ни странно оно очень часто встречается в библии если так смотреть на число сорок в библии увлекательно в священных писаниях это число упоминается сто сорок шесть либо сто сорок девять раз на секундочку я сам если честно был в шоке я знал что часто но настолько часто в зависимости от перевода символизм числа сорок в библии обычно символизируют с периодом испытаний испытаний и затем наконец триумфа через трудности длящиеся сорок дней или сорок лет мы терпим чтобы лучше духовно осознать нашу нужду в Боге и вот некоторые из наиболее известных примеров дождь шел помните потоп дождь шел сорок дней и сорок ночей но и ждал потом после окончания потопа сорок дней после того когда стали быть видны вершины гор прежде чем выпустить ворона моисей послал то о чем мы читали только что шпионов на сорок дней еврейский народ жил на землях за пределами земли обетованной сорок лет этот период так ага это не надо нам значит говорят что несколько первых еврейских линеров и царей правили сорок лет и кстати об этом есть упоминание и по поводу Саула и Давида и Соломона примеры также есть с пророком Ильей Голиаф дважды Голиаф помните который с Давидом точнее Давид с ним дрался и его поразил так вот Голиаф дважды в день бросал вызов израильтянам в течение сорока дней ну чтобы они выступили против выпустили против него воина и в конце концов нашелся Давид Моисей провел три последовательных последовательных периода сорок дней и сорок ночей на горе Синае то есть он поднимался помните на гору за скрижалями потом второй раз за скрижалями перед этим еще просто поднимался каждый раз он был там сорок дней и сорок ночей пророку Ильи пришлось идти сорок дней и сорок ночей прежде чем он достиг от горы Хариф сорок ударов плетью одно из наказаний назначенных Синендрионом хотя на практике было 39 перед своим искушением это уже Новый Завет Иисус постился сорок дней и сорок ночей в Иудейской пустыне сорок дней это период от воскресения Иисуса до вознесения Иисуса согласно Стефану жизнь Моисея разделена на три отрезка по сорок лет разделенных его взрослением бегством из Египта и возвращением чтобы вывести свой народ то есть 120 лет прожил в современной христианской практике Великий пост состоит из сорока дней предшествующих Пасхи и в целом я не нашел информации чтобы именно число сорок носило какой-то вне Библии носило какой-то нумерологический смысл вот там как число четыре либо число семь либо число три либо десять полнота такая не нашел вот в Библии очень часто упоминается и чаще всего когда ты уже читаешь Библию и видишь контекст то ты понимаешь что это обозначает какой-то полный цикло какой-то вот что по этой карте ощущается то есть вот долго шли ну понятно что это не та ситуация ни сорок лет они шли но вот как если бы да какой-то был важный этап промежуток вот сорок лет они пришли либо сорок дней они были в этом в земле высматривали ее потом сорок лет они кстати что они сорок лет ели они сорок лет питались манной небесной То есть, были на таком жестком пайке, прежде чем снова они смогли вернуться в землю обетованную. Иисус постился 40 дней и 40 ночей, соответственно, Моисей постился 40 дней и 40 ночей. Кто у нас там еще был? По-моему, Иов и много еще других было пророков. То есть, и в целом, во этих всех 40 дней, что я бы такое мог выделить, ну, практическое что ли, хотя это крайне трудно. Это, собственно, сам пост. Ну, пост в библейском смысле подразумевает вообще воздержание от еды. И, кстати, когда-то, когда-то давно я читал книгу по поводу голодания, имеется в виду лечебного голодания, то многие клиники современные, они как раз и практикуют максимальный срок, это 40 дней воздержания от еды, и потом с постепенным выходом на питание. Ну, под присмотром врачей, там, понятно, делать и так далее. В общем, пост – это мощный инструмент, который мы можем использовать, когда боремся с большим грехом или искушением. И примеры, да, 40 лет манно, 40 дней на Синае он провел, либо, как Иисус, 40 дней в пустыне. И здесь речь идет о посте не столько физическом, сколько, скорее, может быть, духовном. И я тут же вспомнил еще одно современное правило. Я думаю, вы его слышали. Для того, чтобы внедрить какую-то новую привычку, ученые говорят, нужно 21 день, 3 недели. Вот если ты 3 недели будешь что-то делать через силу, то есть для того, чтобы внедрить что-то полезное, хорошее в своей жизни, либо, если ты хочешь провести эксперимент над своим телом, либо своим духом, тоже можешь это делать в течение 3 недель, 21 день. Ну, так говорят современные ученые. А вот Библия говорит о том, что 40 дней. И вот как раз именно за это время происходит что-то важное. То есть если вы хотите с чем-то справиться, что-то преодолеть, что-то побороть, изменить в себе, поставьте себя за правило, делать это, либо не делать что-то в течение 40 дней. И судя по тому, что подобные вещи случались 146 раз в Писании, это имеет место, чтобы как минимум взять это себе на вооружение, на внимание и попрактиковаться, попробовать. Не 20 дней, а все-таки 40 дней. Поскольку мы не будем с вами разбирать Ноя, нигде у нас в карте не будет разбираться потоп, то, а так или иначе, мы с вами говорили о 40 днях, то почему бы не посмотреть этот замечательный фильм? Тем более, что Гюстав Доре также изобразил несколько гравюр. Вот так выглядит по его версии потоп, когда он только начался. Видим мы и животных, видим мы и людей, которые собрались на островках еще оставшихся суши в спасении от воды. Вот на дальнем плане видно копчег, который уже плавает на поверхности. Вон другая гравюра, когда воды еще стало больше, и вот совсем-совсем, еще каких-то буквально полтора метра, и вода покроет этот булыжник каменный, и вовсе не будет видно уже и кусочек этой скалы, и все погибнут, кроме тех, кто был в копчеге. Ну, а здесь уже мы видим, когда вода сошла, видно копчег, который остановился на горе Арарат, видно сияние, как символ надежды восходящего нового солнца, ну и, конечно, море трупов, которыми усеяна вся земля. И вот сам по себе фильм «Ной» как раз и повествует в такой художественной манере об этом событии. И я слышал, конечно, об этом фильме давно, но посмотрел его, вот, в принципе, к этому уроку, так можно сказать, случилось. Замечательные актеры, как Рассел Кроу или Энтони Хопкинс, мой любимый, один из моих любимых актеров, хоть он там занимает неглавенствующую роль, в общем, авторы несколько отошли от того, чтобы полностью снять фильм по Библии и добавили немножко своего видения. Как по мне, получилось интересно. В целом, визуальный ряд и восприятие картинки, вот просто ты смотришь, и особенно когда на большом экране, с музыкой, имеется в виду, ну, чтобы там либо наушники, либо как-то оно было, соответствующая атмосфера создавалась громко, что ли, ты проникаешься этим и просто мурашки по коже, очень классно сделано, классно снято. По-моему, Дарына Ироновски, если мне память не изменяет. Думаю, для вас это также не последнее имя и фамилия в голливудских списках. Имеет смысл посмотреть, и хотя, повторюсь, что-то косвенно этих 40 дней там упоминается, но в целом это все библейский сюжет, в целом это касается Гюстава Дере, и почему бы не провести полтора-два часа времени наедине с собой, либо с семьей и посмотреть фильм. Рекомендую. Ну, вот, пожалуй, и все. Куда ты меня завел? Так, что-то у меня мышка балуется. Вот так мы ее делаем. Вот, разобрали мы с вами сегодня обе эти карты, разобрали мы с вами зодиакальный дом, разобрали мы с вами также и библейскую историю, и увидели, что все эти вещи между собой очень плотно и мощно связаны. И, конечно, без сомнения, эта карта немножко для меня приобрела и новые оттенки, новые такие грани, особенно по части вот жениха Господа и невесты Израиля, по поводу того, что они вот могли бы там отказаться потом, войти в землю, чуть ли не повернули в Египет. Но в целом это карты, которые говорят об одном и том же. Смело можно ими пользоваться, в одинаковом варианте. Все, ты пришла сказать о том, что надо завершать. Ну что ж, тогда завершаем. До свидания всем. Боже, что!